Здравствуйте! Это новостная студия «Саратов-24». Мы продолжаем знакомить вас с событиями в регионе. Сегодня со мной дежурный репортер Роман Базан. Ром, здравствуй. Здравствуй, Полин. Другие корреспонденты помогают нам выполнять работу из дома. Итак, сегодня в выпуске. В Саратовской области за сутки подтвердили еще 39 случаев коронавируса, а общее число 229 человек. География заболеваемости в области расширилась на 5 районов. Таким образом, число муниципалитетов, увлеченных в пандемию, возросло до 29. Ром, расскажи, как чувствуют себя пациенты. Да, Полин, как рассказали сегодня в оперативном штабе регионального Минздрава, состояние выявленных больных стабильное. Из них 18 человек – это контактные лица, у 16 с диагнозом вне больничной пневмонии. Также подтвердили вирус. Также среди больных есть дети и люди старше 60 лет. По словам чиновников в лидерах по числу больных Саратов, Ершов, Балашов, еще одна важная информация. Накануне в регион завезли 10 тысяч экспресс-тестов для медиков. Сегодня у врачей, кто задействован в борьбе с пандемией, берут анализы на коронавирус. Первыми, кому сделали эти системы, стали сотрудники Саратовской станции скорой помощи. Напомним, что экспресс-тесты закупили в Саратовскую область на средства из внебюджетных источников по инициативе Вячеслава Володина. Ром, накануне прошло заседание областной думы, и там обсуждали продление самоизоляции. Действительно, режим могут продлить. Об этом заявил вице-губернатор региона Александр Стрелюхин. На заседании он рассказал о том, какие сферы затронул кризис. По его словам, в условиях пандемии пострадал весь бизнес. На государственном уровне разрабатывают меры поддержки. И также, по словам Стрелюхина, самоизоляцию, скорее всего, продлят во избежание распространения коронавируса. Возможно, саратовцам придется сидеть дома и на майские праздники. Ситуация, безусловно, непростая. Но на федеральном и областном уровне принимаются все возможные меры, чтобы эта ситуация была управляемой и предсказуемой. Наша задача – сохранить стабильность в социальной сфере и экономике. Сейчас думать о том, как мы будем строить свою работу после эпидемии. Потому что оно это пройдет. Привезли зараженных. Сегодня в перинатальном центре Саратова приняли полтора десятка больных. У пациентов коронавирус. Мест в палатах еще много. Их переделали под нужды меньше, чем за неделю. Врачи уже работают с пациентами. Никто не уволился. Медикам сократили график. Но трудиться стало сложнее. Павел Фитерев пообщался с теми, кто белый халат променял на желтый спецкостюм. Мы его подрегулировали, настроили. И он будет теперь помогать с лечением больных с данной инфекцией. Еще недавно здесь лежали беременные. Теперь ждут больных коронавирусом. Олег Костин обходит крыло с палатами. Главврач перинатального центра эту зону называет зеленой. Как только поступит первый пациент, она станет красной. И в обычных халатах здесь уже не пройдешь. Заклеили и вентиляцию. Ряд учреждений это забывал. Особенно за границей мы это слышали. И что произвело к вспышке внутри больничной инфекции. Очень быстро по всей зданию прошло. Поэтому изначально вся вентиляция была выведена из строя путем заклеивания. И кое-где даже пришлось снимать участки труб. На трех этажах перинатального центра уже ограничен доступ. Сегодня в бывший роддом доставили полтора десятка зараженных. Пациентов привезли со всей области. Всего же в здании готовы принять порядка двухсот больных. Учреждение одно из первых сумели переоборудовать под инфицированных. В данный момент ни одно другое учреждение, кроме как роддом, вот с этими боксированными палатами, которые вы видите, нельзя было за пять-шесть дней подготовить на полноценный приемный революционных больных, как это перинатальный центр. Вот здесь у нас чистая зона. Обчастие для персонала. Для этого выделен целый этаж. 70 палат для сотрудников. Здесь можно и отдохнуть, и переночевать. Елену Выборнову в перинатальном называют космонавтом. Она первая начала работать с зараженными коронавирусом. Акушер-гинеколог с 20-летним стажем хоть и побаивается, но бросать работу не собирается. Мы боимся за себя, но кто-то это должен делать все равно. У меня был выбор уйти и оставить, но все, что у меня есть в жизни, мне дал этот родильный дом. Он научил меня, он сделал меня специалистом. Здесь родились мои родственники, здесь родился мой внук. Не смогла я сбежать, как крыса. По словам руководства перинатального центра, ни один врач пока не уволился. Наоборот, сюда даже приходят новые медработники. Проблем нет и с оборудованием. Новую технику завезли по федеральной программе. Здесь ждут, когда вновь смогут принимать роды. Но сначала хотят побороть опасную инфекцию. Павел Фитилев, Роман Шельдяев, Саратов-24. И сегодня, ближе к вечеру, стало известно, что главному врачу больницы Олегу Костину прочат место регионального министра здравоохранения. Отметим, что ему меньше, чем за неделю удалось перепрофилировать роддом под клинику для зараженных коронавирусом. Эти заслуги отметила глава региона. Не так давно он побывал в госпитале. По словам Радаева, Олег Костин зарекомендовал себя как настоящий профессионал в этой непростой ситуации. Проверили вокзал. Чиновники и депутаты посмотрели, как соблюдают меры безопасности на стратегическом объекте. На территории железнодорожного вокзала работает инфекционный изолятор. Пассажиры с подозрением на коронавирус находятся там до приезда врачей. Ром, а как проводят дезинфекцию? Ну, ты знаешь, как рассказали сотрудники автовокзала, уборку они проводят регулярно. В залах ожидания обрабатывают полы, установлен режим проветривания, следят за чистотой в пригородных поездах, дважды проводят дезинфекцию и только потом выпускают на линию состав. Особое внимание уделяется обработке поручней и сидений в салоне, а также ручек и дверей в тамбурах. Контролеры также соблюдают правила личной гигиены. Могу сказать, что на высоком уровне налажена работа, замечаний нет. Но с уверенностью можно говорить, что железнодорожный транспорт обеспечивает все необходимые мероприятия. Ром, некоторые перевозчики сократили число транспорта на маршрутах, а что с электричками? Да, ты знаешь, по словам сотрудников пассажирской компании, следят за пассажиропотоком. Совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства проанализировали логистику, куда чаще едут люди. По этим направлениям составы увеличивают. Например, по выходным добавляют примерно от 4 до 6 восьми вагонов. Торговля в условиях пандемии. Городские депутаты и общественные деятели решили узнать, соблюдают ли санитарные нормы саратовские продавцы. Для этого проверяющие посетили три торговых комплекса в заводском районе. Их там встретили тепло, правда без объятий и рукопожатий. Надежда Новикова увидела, что даже при соблюдении социальной дистанции можно быть приветливым и дружелюбным. Этот поцелуй в рамках соблюдения социальной дистанции на расстоянии в полтора метра. В торговых комплексах Саратова, которым разрешено работать в условиях пандемии, теперь строгие правила. Отделы, которые торговали не вещами первой необходимости, закрыты. Все продавцы работают в масках и перчатках и по несколько раз на дню проводят дезинфекцию своего рабочего места. Все это брызгают тряпочкой, руки, да, тут 90%. Самые все проверяют, все это брызгают, вытирают, все как положено. Они приехали на рынок не за покупками, а с проверкой. Представители городской администрации, депутаты и общественные деятели посмотрели, как там соблюдают санитарные нормы, которые ужесточили из-за коронавируса. За время рейда проверяющие успели посетить три торговых комплекса заводского района. Работа ведется в направлении соблюдения санитарных норм. Отмечено, конечно, падение количества числа покупателей. У нас покупатели, полторы, коллеги, честно говоря. Так что вот, целый день сидим, кино смотрим, народ, нет никого, все на самоизоляции. Несмотря на небольшой поток людей, проверяющие рекомендовали продавцам и управляющим рынков чаще проводить меры по дезинфекции помещения, регулярно протирать прилавки, на которых помимо продукции сейчас красуются и вот такие объявления о дистанции, а на полу разметка для покупателей. Также проверяли и наличие пропусков у продавцов. Пропуска для проезда на работу есть. Соответственно, мы должны и понимаем, что все это оформлено. Реестр лиц, которые участвуют в данной, работают на данной точке, у нас тоже есть. Поэтому мы будем понимать, что в случае каких-то контактных вопросов, в случае возникновения какого-нибудь разового заболевания, мы будем понимать круг лиц, будем понимать те меры, которые нам необходимо принять, для того, чтобы не дать распространение дальше этой вспышки в каком-то локальном месте. Почти все торговые точки в городе соблюдают новые правила, но без замечаний не обошлось. Оказалось, что перила, двери и крыльцо рынка обрабатывают раз в два часа. А сейчас из-за коронавируса это необходимо делать чаще. И в спецкостюмах, которых у некоторых уборщиц не оказалось. Надежда Новикова, Алексей Чудин, Саратов, 24. Прервемся на прогноз погоды от Александра Новохадского, а затем мы продолжим знакомить вас с новостями. Задумались, как получить дополнительный доход? А я его уже 7 лет получаю в кооперативе «Гарант Кредит». Просто, выгодно, надежно. Заботимся о будущем вместе. Ваш «Гарант Кредит». Телефон 906-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Телефон в Саратове 906-444. Здравствуйте. В пятницу 24 апреля на Святого Антипа. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюве и Балакове облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. В отдельных районах возможен снег. Ветер западный с порывами до 7 метров в секунду. Днем до плюс 11, а ночью до минус 1. Партнер прогноза погоды – семечки Джин. Знаем, любим и едим. С этими семечками я обо всем забываю. А что такое? Семечка. Семечки Джин. Знаем, любим и едим. В Саратове и Ингресе также сырый и порывистый ветер. Температура днем до плюс 8, а ночью до плюс 2. Атмосферное давление около 750 миллиметров в ртутную столба. А магазины Доброцен работают в привычном режиме. Широкий ассортимент товаров и доступные цены. По приметам, утренние заморозки в это время. Предвестники богатого урожая груздей. А спонсор прогноза погоды – строительная компания «Шелдом». Квартиры вашей мечты в жилом комплексе «Ладья». Телефон в Саратове. 255-166. Дети – наша радость. Когда дети счастливы, счастлива вся семья. Комфортные квартиры для вас и ваших детей в жилом комплексе «Ладья». «Шелдом». Квартиры, в которых исполняются желания. Это новостная студия «Саратов-24». Мы знакомим вас с событиями. В студии со мной работает дежурный репортер. Остальные находятся на самоизоляции дома, но тоже помогают нам работать. Хэштег «Дома из 24». Присылайте фото и видео, как вы проводите время в своих квартирах и домах. Самые интересные мы обязательно покажем в эфире. А теперь о новостях в стране. В Иркутской области продолжаются поиски двух пропавших мужчин и ребенка. На двух грузовиках они двигались по федеральной трассе «Вилюй». При этом участок дороги, по которому они следовали, официально закрыт для транспорта. По предварительным данным, водители направлялись из Красноярска в Ленск. Сейчас поиск пропавших ведется с помощью вертолета, сообщает «Раштудэй». О других событиях расскажет Жанна Марченко. В российских регионах внедрят федеральную платформу для электронных пропусков. Запуск программы запланирован в 21-м субъекте страны. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Минкомсвязи. Отмечается, что работодатели смогут подать заявку через личный кабинет юридического лица на едином портале госуслуг. Вначале подключаются Белгородская, Владимирская, Костромская, Орловская, Тамбовская, Тульская и Ярославская области. А на следующей неделе настанет очередь еще 14 регионов. В том числе Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа. В столице назвали возможные сроки восстановления международного авиасообщения. Гендиректор S7 Group Владислав Филев считает, что полеты начнутся только в апреле следующего года. По его словам, об этом можно утверждать, глядя на введенные меры самоизоляции, передает коммерсант. Они приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей. А это означает, что население не получит коллективного иммунитета, а страну настигнет вторая волна эпидемии. Многие другие крупнейшие авиакомпании придерживаются другой позиции. В России решили судьбу традиционного обучения в школах. Как только ситуация с коронавирусом нормализуется, учебные заведения вновь откроют двери. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС. По его словам, в школах продолжат использовать опыт дистанционного обучения, но он не заменит классическую систему образования. Что касается ЕГЭ и вступительных экзаменов в ВУЗ, их решено перенести, но провести очно. Первый экзамен назначен на 8 июня. Про защиту не забыли. Более 100 тысяч новобранцев призовут в российскую армию этой весной. То есть, несмотря на ситуацию в стране, планку не понизили. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны. По словам военачальников, для молодежи в военкоматах усилили меры безопасности. О том, как будут проходить сборы, мы решили узнать у заместителя начальника штаба Центрального военного округа Александра Ленькова. Александр Валерьевич, здравствуйте. Сроки призыва в итоге поменялись? В ряде СМИ появилась недостоверная информация о якобы измененных сроках призыва весной текущего года. Согласно указу президента Российской Федерации, призыв граждан на военную службу будет осуществлен в период с 1 апреля по 15 июля 2020 года. Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с коронавирусом. Хорошо, а когда новобранцы отправятся в военные части? К местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая. Это лишь часть мер, которые предприняты для обеспечения призывных мероприятий. Я так понимаю, в военкоматах также предусмотрели меры? Главная задача, которая стоит перед нами, это не допустить распространение коронавирусной инфекции среди призывников, военнослужащих и сотрудников военных комиссариатов. С этой целью призывные сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тестосистемами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов. Призывники, у кого по результатам термометрии будут выявлены повышенная температура тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здание допускаться не будут. Спасибо. О весеннем призыве рассказал заместитель начальника штаба Центрального военного округа Александр Леньков. Готовят к реконструкции в скором времени в сквере Марины Росковой, что в заводском районе начнутся основные строительные работы. Сейчас начался подготовительный этап. Информация об этом появилась на странице председателя Госдумы Вячеслава Володина в социальной сети. Сейчас на объекте задействовано 20 человек и 3 единицы техники. Ром, расскажи, что в сквере запланировано? Как стало известно, за полмесяца там хотят демонтировать ограды вокруг пруда и пешеходных дорожек. Позже рабочие установят забор вокруг всей зоны работ. Кроме того, в сквере проведут укрепление грунта и берега вокруг пруда и начнут строить набережную по утвержденному проекту. В течение месяца должны быть завершены все подготовительные работы. Соответственно, в течение двух недель мы заканчиваем с демонтажом, с установкой временного ограждения. И уже начинаются работы по разработке грунта и по следующим всем этапам реконструкции данного сквера. Позже саратовцам покажут проект реконструкции, как будет выглядеть сквер после завершения работ. Следить за ними можно по хэштегу «Володин Саратовсквер Марина Росковой». Напомним, год назад горожане обратились в общественную приемную председателя Госдумы с просьбой помочь в благоустройстве одной из зеленых зон заводского района. Вячеслав Володин несколько раз встречался с членами общественного совета в сквере, где обсуждали будущую реконструкцию. Возглавил рейтинг Саратов вошел в тройку наиболее самоизолированных городов России с населением около миллиона человек. Правда, данные актуальны только на вчерашний вечер. Каждый день индекс самоизоляции меняется. Саратовцы продолжают следить за цифрами на специальном сервисе Яндекса. Сегодня это один из самых популярных интернет-запросов. Чем еще интересуются жители нашего города во всемирной паутине расскажем прямо сейчас. Коронавирус в седьмую неделю в пятерке самых популярных интернет-запросов. Главные мировые новости по-прежнему так или иначе связаны с пандемией. География очагов заражения расширяется и в нашем регионе. Заболевшие есть почти во всех районах области. Самое большое число пациентов с коронавирусом в Саратове, Ершове, Балашове, Энгельсе, Болтайе и Татищеве. Чуть больше запросов касалось очередной новинки от Apple. Компания представила бюджетную линейку смартфонов iPhone SE 2020. Старт продаж в России начнется 24 апреля. Самый недорогой вариант смартфона обойдется саратовцам в 40 тысяч рублей. Тройку лидеров среди популярных запросов открывает портал «Работа в России». Работает также, как большинство коммерческих сайтов по поиску и подбору вакансий. Но сейчас он стал особенно востребован. На портале публикуются предложения, актуальные в период пандемии. На втором месте новости, касающиеся Всероссийской Олимпиады для школьников, мероприятие в онлайн-формате проведет центр «Сириус». Попробовать решить нестандартные задачи смогут ученики, начиная с 4 класса и старшие из любого региона России. Среди предметов математика, информатика, химия, физика, биология и астрономия. Чаще всего на прошлой неделе саратовцы пересматривали обращение Путина. Президент страны обратился к жителям с пасхальным поздравлением. Однако большую часть речи глава государства посвятил теме борьбы с распространением коронавируса. Он уверен, что опасный вирус удастся победить в ближайшее время. О главном к этому часу все. Еще больше новостей на сайте информационного агентства «Саратов-24». Мы с вами прощаемся. Мойте руки почаще и берегите себя. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин